И всем привет! Продолжаем играть в катаклизм светлой ночи. Довольно много я не под запись играл, все выходные почти. Полазил я значит по лабораториям. Вот эта вся карта открытая, это не ясно на самом деле открывал. Мне уже под конец надоело, я не мог никак найти лабу эту центральную. В итоге перебег таким манипуляциям, как открытие карты с помощью консоли. В общем открыл, вот он центральная лаба, но туда никак не пробраться. Единственный способ, который я нашел пробраться, это вот этот через бассейн, сюда и вверх подняться. Также я еще нашел залаз, но он закрыт люком и как этот люк убрать я не знаю. Я пробовал долбил, пробовал горелкой, жег, ничего не получается. Сейчас я вам тоже покажу этот люк. Называется это шахта доступа, находится вот она недалеко от города Марлоу. Ну и вот значит, тогда поднимаемся единственным вариантом, как это седой. Другак я взял с собой телепорт, так как у нас не будет сейчас способ, ну назад подняться, спуститься, вот у нас предупреждает. Вот, то что мы сейчас поднимемся и обратно не сможем спуститься. Поэтому берем телепорт, чтобы чуть-чуть быстренько как-то оттуда срулить куда-нибудь. Ну комната, ладно, нормально, никуда, вроде не понадобилось сруливать, никаких тут особо монстров жестких нету. И как мы видим, сразу вот этот вход, который мы вошли сюда, он пропал. Почему так, я не знаю. Просто было с тремянкой, мы поднялись и все. Назад уже спуститься не получится. Вот, мы уже находимся сейчас в центральной лаборатории. Другими маршрутами я не знаю, как подниматься. То есть я вот через метро, там входил через другую лабу, потом шел сюда, к этой центральной. Очень сложно. На карте, наверху, вообще на самом верху, эта лаба никак не отображается. Ни какая там ни центральная, ни красная лаба. Никак-либо по-другому. То есть я только таким способом смог ее найти, это с помощью открыть карту. Все. Возможно, мне что-то не повезло. Как-то не знаю, карта не так зарандомила или что. Ну, в общем, как есть. Просто уж очень сильно захотелось пробраться в центральную. Значит, с собой я взял еды, воды, патронов, много оружия, бинтов, гранат. Все четыре у нас есть. В общем, надбыльный молоток тоже опять-таки. Снаряды свидетельные. Набрал всего, у нас дикий перегруз. Сейчас мы это все здесь бросим в этой комнате, дабы потом это дело с собой не таскать. Так как нас впереди будет ждать, возможно, там монстр сильный. Значит, я вот с собой тут из оружия взял FN Fall. Не знаю, вроде как вал должен называться, но как называется, как и написано. Значит, с собой оставим только SCAR. И оставим еще винтовку, вот эту 50-го калибра. Под патронами так и не разжился. Обнес много оружейных магазинов, опять-таки не под запись. Но все, что это находило, это вот либо 223-й калибр, либо 308-й, 306-й, 357-й, 50-го калибра и так не нашел. Сейчас мы скидываем все, чтобы нам дикого такого перевеса не было. Значит, 306 сбрасываем, 300, 308, 57-й, 80-й, 40-й тоже. Гранаты, значит, сбросим 22. Две оставим. У нас все еще 114-й, перевес. Буйный молоток, сколько он? Он довольно много весит. Но он, возможно, понадобится. Давайте посмотрим, что еще может тут сбросить. Так что это будет прохождение. Не знаю, за один раз успею добраться. До главного портала нет. Может, только за два. Посмотрим. Одежда тоже много весит. Еду сейчас сбросим. Питьевой рюкзак не надо. Вот это тоже все сбросим. Много с собой воды возьмем. И хватит на этом. А, у меня там очень много. Я взял, по-моему, бомбу. Эту электромагнитную. По-моему, я убрал ее. Бензин тоже топливо пока есть. Длинная веревка тоже на всякий случай брал. Оставлю. Где-то была... А, вот ими-бомба. 97. Еще надо что-то сбрасывать. БП зачем взял, не знаю. Ноутбук тоже здесь выброшу. Резинный шланг нам уже не понадобится. Быстрее всего. То есть мы, в принципе, из лабы сможем выбраться. Я так думаю. Когда-нибудь. Но, опять-таки, если мы зачистим ее полностью уже... Зарядка ручная тоже отправляется. Противогаз на всякий случай пусть будет. Перчатки, маска. Еще не перчатки, подшлемник. Ну вот уже, в принципе, освободили вес. Нормально. А, аптечки. Три штуки выброшу. Одну с собой только возьму. Ну, вот потиху вроде и освободили. Что тут еще можно? Книжку эту выбрасываем. Модификации. Модификации можно посмотреть. Сейчас что-то может прицепить куда-нибудь. Сейчас еще, кстати, сидим утагены. Оп, стоп, стоп. Кевларовый зомби. Я понял тебя. Так, значит, у нас бафы висят какие-нибудь. Я сюда прыгал с крыльями ветра, да. Крылья ветра есть. Значит, сейчас. Быстренько. Быстренько, быстренько. Вот эта дверь, по-моему, бронированная, да? Циклянная дверь. Закрытая матовая. Ну, не написано, что она бронированная. В общем, врубаем сейчас бег. Надеюсь, там больше никого не будет. Все, закрываем. Сейчас берем в руки, что у нас тут есть. А фал я не выложил почему-то. А я, в принципе, оружие-то как бы все не выложил. Я вообще... Я понял. Я просто отменил. А, потому что монстр появился. Зомби. Персонаж перестал выкладывать. А наберем в руки тогда. Скар. У нас очень... Цена движения. Скорость 108. Перегрузь довольно сильный, да. Надо сейчас быстренько это все делать. А, кстати, у меня есть магия. Ну, ладно. Сейчас этого так застрелим. Потом уже магию будем использовать. Какое-нибудь дело. Тяжелое ранение. Больно. Ударил нас. Сюда залетели. Так, давай вылазь. Рука у нас выносливости очень мало. Попробуем отступать. Здесь хорошо никого нету. Можно его, в принципе, здесь и дождаться тогда. Давайте таки сделаем. Правда, он немного нам повредил. Наши ручки, ножки. За один удар. Вот он сейчас заметил как раз. Давай выходим. Сейчас-то мы точно уже разберем. В таком случае растут бронированные железные двери. Тут будем все выкладывать. Давай, значит, фау, грант. Все мы выкидываем. Винтовка разведчика. Соответственно, все патроны ненужные. Бомба. То есть он просто часть выложил, а часть еще не выложил. Воду эту тоже всю выкидываем. Опять-таки, медикаменты много всего набрали. Ну, лучше много, чем нам не будет хватать этого. Сейчас будем, во-первых, я говорю, мотогены хавать. Во-вторых, модификации надо поставить на оружие. Свитки я уже тоже все выкидываю, потому что уже будет не до этого. Так, что смогли, выучили, поскольку мне терпения хватило. 83. Еще надо что-то выкладывать. Так. Что мы тут еще можем выкинуть? Счетчик Гейгера тоже выкинем. Телефон оставим в всякий случай. Община от дрель не надо, шланг не надо. Это больный молоток хотелось бы взять, ноутбук не будем, так как мы все равно не учили электронику и компьютеры. Толку от него никакого нет. УБП выкидываем. Примерно так. Слышно шарканье, ничего страшного? Да ладно. Кевларовый Халк. Хм. Не очень хорошо. Это не очень хорошо. Дверь, это, возможно, его долго не сдержит. Я не знаю, что за теми железными дверями. Плюс у нас... Скастовать мы ничего не сможем. Значит, скарк можно выбросить, оно нам не понадобится. Никак выбросить. Да ладно, выбросить. Значит, куда выбрасим? Сюда. Все, двери он сломал. Мы можем, в принципе, телепортироваться, но не знаю, куда нас это закинет. Если закинуть направо, это будет плохо. Мы сделаем немножко по-другому. Не зря я всех закинаний учил. Руки свободные. Отлично. Значит, сейчас мы что делаем? Во-первых, клинки. Не получится. Я понял. С 90 ходов требуется дротик 112. Почему? Почему такое стоимость? Кара 90... А, подожди, 90 это... Я понял, я понял. Ладно, вызываем клинки. Сейчас, главное, чтобы все получилось. Почему? Вот я их вызвал. Ну и что они будут делать? Сейчас посмотрим. Еще давайте я сразу на парализующие дротики ему кину. Ну и что, мы кинули ему дротик или не кинули? Что-то я немного не понимаю. Давайте посмотрим по расходу маны. Значит, мана у нас 952. Давай еще один дротик. Ну, мана, по крайней мере, тратится. Как он себя чувствует? Пока без ранений написано. Кару оставили на потом. Очень сильное заклинание. 185 урона. Не знаю, как по пробитию и как это воспримет Халк. Крылья ветра. Произующий дротик кинули. Вот, наверное, надо крылья ветра. Из-за себя сколько они стоят? 100 маны. Давай, постой. Все. Значит, теперь у нас передвижение даже во время ходьбы. Скорость 78. Цена на движение 85. Без ранений. Клинки. Непонятно, на него коцают, не коцают. Значит, попробуем сейчас взять в руки винтовку крупнокалиберную. С одним клинком разобрался. Наверное, он их бьет. Со вторым и тоже разобрался. Но мы с ним разобрались с помощью винтовки. Так, теперь давайте лучше мы подождем. Но сливости нету. Где-то кто-то что-то ломает, но двери железа нас защитят от всего. Значит, по выносливости но все сейчас хорошо. Крылья ветра еще до сих пор. Хотя нет, уже не висят. Обратно продолжаем скидывать. Давайте мы бомбу скинем. Чем так сумбурно эта серия начинается. По-другому тут никак. Именно из-за того, что я говорю, другого залаза не было. Только тот нижний пришлось с собой на перегрузы все это стащить. Вещи нам эти очень нужны. Давайте дальше продолжаем выкидывать разведчика. Винтовка. По чуть-чуть будем скидывать, дабы опять не попасть в такую ситуацию. Кто-то на нас уже нападает. Так, так, так. Что тут еще? В принципе, мы еще не скинули, кроме оружия. Повезло то, что эти вот мечи магические, они задержали его на какое-то время. Уорона я как-то не заметил, чтобы там что-то ему наносили, без ранения, как было, так и остался. Хотя мы его с двух полюбили, может, что-то не нанесли. Плюс еще дротик кидал я этот останавливающий. Не знаю, сколько он там тормозит его. Урон-то у дротики слабенький. Ну, разобрались. Нормально. Кстати, что у него выпало? Только кредитка. Понятненько. Гранаты, взрывчатки это мы оставляем. Ноутбук я еще хотел выкинуть. Термометок тоже нам уже не надо. Шприц мы оставим. Перчатки, маска не понадобится, думаю. Зимние перчатки тоже. Эти тоже выкидываем. И шарф тоже выкидываем. Значит, по весу теперь уже что-то нормальное стало. Значит, сейчас мы тогда активируем все. Ну, как все. Посмотрим, насколько нас хватит мутагены. Троглодита. Сыворотка троглодитов в принципе вполне неплохая. Мана превращается в очень плохая частичность к мане. Все с вами понятно. очень плохая. У нас мана уменьшилась. Да, не очень приятно. Так вот, печальный. Я не нашел ни одного до сих пор, чтобы отменять. по-моему, 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 Мутация. Да, ни одной баночки это и нету. Не знаю, с чем это связано. Насколько я лап посетил, и там нигде ничего не нашел. сыворотка альфа. Наверное, надо было сыворотку альфу хавать. Давайте сейчас захаваем тогда. Ловкие. Надо было сразу это все употреблять. Может быть, у нас маной было все нормально. Чистюля восприимчивые. Оглушены мы. Что происходит с нами? Давайте проверим, что мы тут намутировали. Ну, из плохих это не ладящие животными, плохая чувствительность к мане. Тусьмана у нас уменьшилась, да? с хороших. Короткий сон, листья ловки, небольшое восстановление. А тусьма она восстанавливается. Просто у нас чувствительность уменьшена, хотя у нас была, наоборот, положительная она. То есть, каким образом это сработало, не очень понятно. Очень восприимчивый. А ну-ка проверим еще за очень восприимчивый. Восприятие плюс 2. Ну, нормально. Хороший слух. Попробуем дальше тогда продолжить мутировать. Почему нет? Нам, в принципе, тут терять почти нечего. Тем более, тут я думаю, с помощью маги мы особо не поразбираемся. сыворотка сыворотка паука, ящерицы, утогенная сыворотка. Давай. Роговые, ротовые складки получили. В общем, сейчас будем не очень красивые ротовые складки, а из хороших, хороших ничего нового не получили. продолжаем. Сыворотка паука. Ну и что? Что изменилось? Светочувствительность появилась. Угу. Паутинный обходчик появилась. Быстроногие не помню, было-не было, по-моему, было. Паутинный обходчик не дает, не дает прилипать к паутине, но и паутину не так часто, что встречал. Продолжаем дальше хавать все эти замечательные сыворотки. Давай еще одну съедим. Жвала у нас появились. Снимай быстрее идите, можете режущим безоружно так, но вы не можете носить маски. Маски мы теперь носить не можем. Чаль, чай, беда. Так, мы все персонажи немного убиваем, можно сказать. Но я говорю, я уже немножко устал, надо сделать перерыв в кате. И вот таким перерывом будет наш поход именно в эту центральную лабу, хотя посмотрим, что тут. Мы всегда идем до конца, конечно, еще. Платоядные. Мы можем есть только мясо. Продолжаем, почему нет? Почему бы и нет? Что у нас? Ящерица, давай ящериц. получили мутацию сильные, япончатые ладони. Продолжаем мутировать. Кошки. Кошки съели. Длинные ногти, очень плохая чувствительность к мане превращается в плохую чувствительность к мане. То есть, чуть-чуть маны, видимо, будет побольше, чем он-то очень плохой. Небольшая чувствительность к мане. Угу. Ну, лучше, уже лучше. Продолжаем. Медведь. Что нам даст медведь? Неудобно крупный. Почили мутацию уродливый. Неудобно крупный. Что нам неудобно крупный дает? Может, ботинки не сможем носить? Сила плюс два. Но вы обнаружите, что это вредит вашим балансом несколько мешает. Здесь полностью торса и рук. Ну, да ладно. Сила плюс два, это зато у нас будет теперь больше здоровья. Тоже весьма неплохо. Опа, кстати, тут у нас есть сыворотка мыши, ну, не знаю, сыворотка мыши, но вряд ли стоит использовать. Давай последнюю сыворотку зверя захаваем. Вместо жива у нас теперь клюв, зачатки крыльев. Ничего хорошего не приобрели. Вместо жива у нас клюв. все равно маски еще носить не можем, можем клевать врагов. Интелект у нас почему-то упал, я думаю, это из-за принятых всех этих вкусняких и не очень препаратов. но если найду какой-нибудь еще альфа сыворотку здесь, тогда и съем. Сила пока уменьшена. Нужно какое-то время подождать, я думаю, значит, что мы давайте примем, во-первых, аспирина, побольше сидим, немного уменьшится. Также сейчас перемотаемся, где тут у нас еще марлевые бинты есть, повязки, тут они видно, давайте разберем тогда аптечку. Давай бинты и марлю. Сейчас это все активируем, заживает потихоньку. очень много шума, но это из-за того, что опять-таки у нас слух улучшился. Теперь будем больше слышать, что у нас по весу. Достаточно, единственное, что сила упала. спать мы тут уже не сможем, давайте подождем хотя бы часик. Где-то кто-то что-то бьет. я думаю, железная стена не вряд ли разобьет. Надо водички попить, немного перекусить. Шоколад есть, конечно, уже теперь не может. Будем только пить, я думаю. Мясо не помню с собой брал, не брал. Проверим. Где-то у нас ИРП, какие мы брали. Десерт и все это можно уже выкидывать. Видимо не брал, ну да ладно. Будем водичкой питаться как вариант. Устал он. Ну устал ты. Давай попробуем, не знаю только. Вряд ли он сможет спать. Ну может сможет. Нет, не сможет. Что-то издает шум, при том шуме спать не может. Значит что у нас давайте сначала дозарядим крупнокалиберную. Где мы тут бросали СКАР? Его нужно подобрать. Значит тогда сюда я думаю мы перетянем сейчас кровать если получится предупреждение эти все теперь выскакивают именно когда мы что-то перетягиваем они все выскакивают. все расчистили значит сейчас кровать мы сможем тянуть или нет? Нет кровать мы не можем хватать на тумбочке мы спать сможем а мы даже здесь можем спать ну отлично тогда мы просто возьмем сейчас одеяло подушку сюда спрячемся здесь положим одеяло положим подушку пусть он может здесь у него получится одеяло кидай где эта подушка подушка тоже вот сюда идет на себя наденем в принципе у нас надевать то и нечего ему комфортно так где-то у нас тут был морфин давай ешь немного боль у него спадет это боль опять-таки все из-за того что мы очень много за раз съели всех этих мутагенов не смогли ему поспать давай попробуем еще по чуть-чуть хотя бы так восемь я думаю стал до смерти все равно придется таким способом спать потому что дальше неизвестно может а мутанты будут довольно опасные лучше пусть он здесь поспит может и здесь даже мясо найдем чему нет примеру тоже вяленое мясо оно встречается особенно в лабах в автоматах торговых если найдем в лабе чтобы скинуть нежелательно мутации можно будет скинуть просто не повезло то что вот эта плотоядность появилась появилась без каких-либо причин притом сразу и притом по-моему даже от сыворотки альфа мне казалось что-то типа очень положительная мутаген положительно но нам выпало именно плотоядный почему-то все сила у нас сейчас 16 все характеристики нормально восстановились маны кстати 2500 у нас небольшая чувствительность к мане положительные эффективность маны положительные то есть видимо пропала в какой-то момент когда мы хавали вот у нас только осталось плохое восстановление маны здесь не плотоядны то в принципе было бы еще более-менее что-то но плотоядны очень сильно ограничивает а вот сверху что-то слышно давайте возьмем с карта когда мы будем уже начинать зачищать тут все это дело весом у нас теперь очень большой кстати сейчас кинем давайте сюда скинем здесь рюкзаки вещь мешок давай прогулочный рюкзак давай по нашей куртке все тоже выкидываю на все покоцанное повес 57 зато скованности торс кован но не так чтобы уж сильно зачем так скован то вообще бинокль бинокль нам уже не нужен здесь точно что дом еще на торс прогулочный рюкзак сковывание 20 кожаный 19 жилет керамика 15 но жилет желательно мало ли там с третьим какими турельку поезд для инструментов сковывание 4 бензин фляжки фляжку снимаем тянут для ногу сковывает нам больше торс еще пока не сковывает а плюс 10 мы получаем от того что мы получили мутацию неудобно крупные да точно давайте дозарядимся акс я забыл опять забыл все из-за этих халков я хотел сделать модификации поставить посмотрим назначена скорей стоит прицел этот подствольный гранатомет ствольник глушитель что даст глушитель для для пистолетов не подходит плечевой ремень давайте активируем штука нужная дальше открытый прицел приклад для гашения отдачи рукоять эргономичная модификатор управляемости плюс 4 решение отдачи давайте поставим тоже опять-таки наскар потом что все это сэскар снимок если что-то другое будем тягать пример тот же фал вас понял ребята по скорости все отлично бежим отсюда хочу с этим пауками кстати можно будет что согреть на зомби нет сюда мы не заходим здесь мы закрываем любом случае все эти проходы они быстрее в такие же комнатки ведут нас больше интересуют проходы железными дверями это уже если там кто-то нас нападет мы тогда их сюда и запустим а здесь манхак тоже его оставляем но мне нужен там сидит ну а здесь нормальненько все пусто журнальчики вот вода у нас есть в любом случае доступ к воде по крайней мере но единственное что это надо будет ее как-то готовить сыворотка мыши не пойдет интересно если нам разделать зомби он будет есть вверху здесь никого здесь тоже никого даже покорить что можно будет перегнать к примеру открыть здесь дверь потом пойти сюда-сюда-сюда здесь тоже открыть ладно пока этим заниматься не будем но как вариант какой есть ну и давайте посмотрим что нас здесь ждет значит значит зомби халк очередной него попробовать можно стравить с пауками и манхаком кто у нас сверху солдат солдат это вообще не проблема сейчас я отступлю немного сделаем бафы себе давай надевай крылья ветра и безобразное улучшение тоже давай делаем можно кстати скастовать сейчас оживленные клинки давайте таки сделаем поставим на проходе не будет тормозить это появились с разных сторон и на всякий случай сейчас возьмем значит в руки во-первых эту винтовку что у нас теперь база движения 50 цена скорость 120 отлично открываем дверь эту верхнюю еще посмотрим вот они нападают ну-ка проверим как без ранения и он стоит их бьет у клинков средние ранения без ранений так я отключу режим этот кто-то там что-то ломает вовсю очень тяжелый этот без ранений а зомби солдат тоже без ранений как-то очень странно все это действует если парализующие дротики в него кину ну-ка проверим блокирует удар понятно ему желеные клинки не получается пробить им мы их можно использовать в принципе только для того чтобы остановить зомби даже в принципе и халка можно останавливать на какое-то время поразующий дротик тоже не пробивает тоже бессмысленно все это использовать что интересно у нас в этих руках винтовка и у нас получилось это все использовать поставать окей кара тоже можно то есть свободные руки не требуется странно попробуем скаставать с кару это интересно а вот да для этого закона не нужны свободные руки почему-то не хочет этот кевларов халк вылазить надо брать тогда в руки скар потому что зомби солдата пинки никак не разберут вот обычный халк появился наверное да он стекло разбил и вырвался тяжелое ранение так клинки мы еще раз вызвать наверное не получится уже на свободные руки нужны да поверь повесим сейчас на себя это все дело девай время не сильно много прошло оживленный клинок давай кастуй потеряли концентрацию ничего страшного еще раз вот два вызвали теперь мы берем пять скар нет ты два не на день а бери в руки халк довольно быстро разбирается с нашими клинками но зато все-таки они его тормозят хоть как-то можно с помощью этих клинков разбирать обычных халков по крайней мере весной из карам отстреливать вот за кевлар халка уже труднее соскара мы его не пробьем потому что ну соответственно у него кеврал кевлар в общем берем теперь в руки уже десяток калибра на роботов этих вести его наверное смысла нету нему вряд ли что сделают дает эти симметания очень опасны опять-таки клинки сейчас закончится зря наверное в руки взял ладно давайте уберем тогда надо было кстати ремень поставить вот теперь значит вызываем клинки все он будет агрессионер на них мы тем временем отбегаем но там еще третьих на подходе это паучается как призыв работает то есть мы призвали эти клинки но не за нами следуют и нападают на врагов у нас слабых они еще могут пробить а вот сильных уже не получается придется использовать свое оружие но но он откинул клинок легкие ранения получил в принципе они довольно живучи получается попали попали нет что не понимаю сейчас точно попали я видел как пуля пролетела все все разобрали берем теперь scar нас один патрон остался еще два в запасе и не нет давай вот это положили в рюкзак scar бери в руки ну и все пойдем посмотрим только единственное что бег мы отключим вот тут зомби коррозион зомны сте они его интересно смогут пробить или нет посмотрим да они его смогли пробить отлично значит получается не такое бесполезное заклинание мана конечно просаживается очень быстро но скил ларовой зомби филару кстати scar разбирает от кевлар выхалки уже scar не разбирает но у нас есть во-первых винтовка разведчика во-вторых там 300 300 или 308 калибр тоже бронебойность получше тот же фал можно будет их использовать все клинки пропали ну и так в общем это буду на этом эту серию заканчивать у нас такой заход в лабу состоялся все-таки центральную она довольно большая как видно и опять-таки это минус третий этаж у нас то есть это этаж когда мы получится пробрались через подземку сколько здесь будет этажей я не знаю наверное много может 6 вниз весну там еще минус 3 будет этажа может больше может меньше ну лаба здоровенная так что мы за следующей серии точно не пройдем ее если выживем ну думаю наверно середина будет потратить ну и подзапись эту думаю уже долут то и посмотреть что тут у нас выпало может р.п. как-нибудь съедобный выпали вот тушеная говядина р.п. быстрее чем ее съедим отлично ну и соответственно может быть поспать вроде как тут теперь тихо так что все на этом всем пока пока тихо 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 тихо